Друзья, привет! Сегодня суббота и должен день начинаться в выходной с приятных вещей. А что может быть для нас, девочек, самым приятным? Конечно, позаботиться о себе и о своей внешности. Я сегодня в гостях у Светланы Сычевой. Мы со Светой познакомились на одном онлайн-курсе. Казалось, что мы живем рядом. И вот теперь мы дружим, общаемся, и я пришла к Свете за красотой. Ну, представься сама, Света, у тебя столько легалий, у тебя столько вообще достоинств. Расскажи про них сама. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, о себе-то неприлично как-то говорить. Ну, вкратце могу сказать, что я являюсь персональным стилистом. Мне очень нравится работать над образом человека, доставать, знаете, вот того самого червячка, которого нам хочется всегда выразить, проявить вовне, но не всегда получается, и мы не знаем, каким образом это сделать. И мне всегда было интересно, работая с клиентом, через его внутреннюю стилистику создавать красоту, преображать, и чтобы вот внутренняя наша составляющая соответствовала нам с внешним проявлением и с внешним нашим образом. И это очень интересно получается, когда у человека внешне-внутренняя гармония, а они, ну, дружат, как бы они уже поженились между собой, и человеку очень-очень комфортно ощущать себя, показывать себя миру, просто даже быть самим собой в том образе, который мы можем носить, который нам соответствует, и мы нравимся окружающим, в первую очередь себе, без всякого-сякого напряжения, без выстраивания каких-то иллюзий, но для того, чтобы не казаться кем-то, да, а быть именно собой, самой собой. И это очень важно для женщины, потому что, когда женщина себе нравится, когда она именно во внешнем образе получает ту изюминку, которая вот проявляет ее черты характера, ее внутреннее состояние, ей классно, и она тогда вообще очень способна на многое, и дома все успеть, и на работе все успеть. Да, это вообще, безуминность женщины, это вообще актуально, да, чтобы успевать многие вещи, и это прекрасно, потому что это то, о чем мы с тобой сегодня говорили, это состояние. Только из-за классного ресурсного состояния человек, любой, неважно, мужчина, женщина, молодой, пожилой, он может многие вещи делать, да, и это состояние чувствуется, особенно через камеру, когда люди, помогающие в профессии, или кому-то это по необходимости нужно, чтобы получить вот хороший отклик через экран, как раз состояние. Вот Света сегодня создала мне состояние, сегодня настроение, и мы поэтому решили записать видео и рассказать об этом, о совместной работе, потому что это работа твоя, и работа моя совместная. Скажи, пожалуйста, Света, а как ты вот вообще пришла к тому, что именно через образ, не просто парикмахеров же их много, да, пришел парикмахер, у тебя там подстригли, сколько раз так было, пришел и болванили, и ушел там, радуйтесь, что не убил. Вот, а как ты пришла к тому, что именно через состояние, через образ, человеку, вот, будет полезна именно вот такая-такая услуга? В профессию я пришла осознанно, уже в 23 года у меня было уже первое образование, я преподаватель, но так как я в детстве очень много занималась творчеством, мне не хватило в педагогике, ну, вот проявления себя, то есть для меня, как для женщины, это тоже очень важно. То есть рамки, да, педагогическая система, она все-таки рамочная. Да, то есть творчество как-то, ну, не проявлялось. Мое первое образование учитель физкультуры, так случилось, мама хотела, чтобы я была учителем начальных классов, ну, вот по судьбе так пошло. Но для меня это очень многое... Тут люди видят сразу, что человек немножко со спортом дружит, а ты, потому что подтянутая, встроенная. Да, и когда я задумалась, чем бы я занималась еще в жизни, очень рано начала задумываться о смыслах жизни, и для меня большую роль играло значение удовольствия во время работы, то есть профессии, и то, чем мы занимаемся, не просто пришел на работу, пришел домой. Ну, не ремесленничество, а именно творческое вдохновение, именно... Ну, парикмахерство это тоже, ремесленничество это руками, но чтобы главное, оно тебе нравилось, и чтобы ты понимала, для чего вообще ты в этой жизни, что ты делаешь. И я даже не знала, что я вообще не знала, что я буду парикмахером. Просто я описывала для себя, что бы мне нравилось делать. И описывая параметры, что это общение должно быть с людьми, и что я должна быть в тепле, в красоте, что это не какая-то от рассвета до заката в офисе. То есть я подходила к выбору профессии из той позиции, что я живу, а не работаю. То есть работа у нас занимает практически половину нашей жизни. Да, я недавно где-то услышала у кого-то в интервью, задали вопрос, а вот вы работаете, и сколько времени? И человек так заткнулся, он говорит, ну, я, конечно, работаю, но я в первую очередь получаю удовольствие. И мне сложно оценить временные раунги, потому что от удовольствия и от творческого процесса, это процесс такой вообще безграничный, и человек может долго, не уставая, работать. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю. Ну, вот и было очень важно выбор какой-то сделать. И когда я просто собрала составляющие все, ну, я поняла, что это индустрия красоты. И тогда у меня вот зажглась вот та, ну, не знаю, путеводная звезда, по которой я и сейчас иду. То есть для меня очень важно было не просто стричь волосы, красить волосы, что-то там делать, а для меня было важно видеть результат моей работы. И так как я начала с парикмахерства, а потом я еще и визажистом стала, а потом я еще и прошла курсы имиджа и стиля, для меня было интересно полностью картины человеческого образа, чтобы человек, ну, вот, проживая свою жизнь, он радовался себе, а это же и стрижка, и цвет волос, и наша одежда, и чтобы мы нравились себе. И от этого, ну, то есть я сама проживаю вот это состояние, когда я себе нравлюсь, я ухоженная, я привлекаю внимание, и мне классно. И хотела это дарить другим людям. И когда человек приходит, я рассматриваю запрос клиента сделать стрижку с учетом, ну, разных параметров. Не просто сделать коре или короткую стрижку, а для меня важно, что сможет носить человек с учетом образа жизни, его внешних параметров, удобства, конечно. Потому что бывает, что парикмахер, допустим, приходишь, он тебя видит в одном образе, а ты совершенно не можешь в этом образе находиться. И я знаю такие случаи у меня у знакомых, когда приходишь домой, и потом начинаешь там что-то достригать, выстригать, докрашивать. Да, то есть мне дали то состояние, в котором комфортно. Комфортно. И, кстати говоря, поэтому, наверное, очень многие женщины носят длинные волосы, потому что вот так раз придешь, тебя оболванили, два придешь, тебя оболванили, и уже не хочется, потому что уходишь без настроения, без состояния. Вот, и когда я работаю с клиентом, я задаю очень много посторонних вопросов, не касающихся, например, данного запроса стрижки. А во время консультации, рассматривая картинки, я могу задавать какие-то второстепенные вопросы, которые помогают мне понять вкус человека. Допустим, мы вот сейчас сидим, если посмотреть на нашу одежду, то у меня однотонный цвет, а у Ольги уже есть какой-то рисунок. То есть, ну мы в блузках сидим, да, то есть у нее вкус свой, но у меня свой вкус. И, допустим, кто-то любит послаще, кто-то любит покислее, и этим самым мы отличаемся. А у нас получается, что есть средняя длина стрижки, есть короткая длина стрижки, но это не значит, что мы все одинаковые. Для меня очень важно делать персонализацию, изюминку. Это вообще уникальность на самом деле, потому что через внутреннее состояние человека, я очень мало знаю таких специалистов, и я тоже долго искала своего мастера, потому что для меня как раз это было важно. А скажи, пожалуйста, Свет, а вот ты сама, бываешь, когда ты недовольна своим образом? Конечно. Потому что же себя самому сложно, самому подстригать, приварить. Что ты делаешь тогда? Я, ну, наверное, рассказать в каком, как я себя, вообще, как парикмахеры обслуживаются, где стригутся, я себя иногда сама стригу, но все равно это немножечко не то. Когда ты приходишь, садишься в кресло, и чувствуешь себя клиентом, это же очень круто. И когда тебе задают какие-то вопросы о твоем внутреннем, вопрос не о том, как тебя стричь, а вот что важно. Что важно. И с учетом этого уже человек, обладая мастерством, он создает тебе образ. Очень важно мы, то есть наш внешний вид, это картинка, очень важно работать с картинками. И важно профессионалу показать, мне нравится вот это, вот это, а вот это мне не нравится. И специалист уже понимает, то есть как процесс. Ну, бывает, да, что ты пришел, ты говоришь вот это, вот это, а специалист тебе говорит, нет, тебе это не идет, вам лучше вот так. А бывает, что специалист даже не заморачиваясь, делает то, что человек просит, но человеку явно не идет. Вот, и когда я садилась много раз, ну, как и мы, раз два месяца мы ходим, да, к специалистам наводить красоту, я себя ощущала в роли клиента и понимала, какие же все-таки проблемы существуют, о чем не договаривают мастера, где недосказанность получается, и что нужно добавить в процесс обслуживания, чтобы угадать, что важно для клиента, какой результат получить, чтобы он был до следующего посещения в салон именно в комфортном состоянии, и нравился себе, и был радостный, счастливый, с эффектом вау. И если вернуться к вопросу, как я за собой, да, ухаживаю, то я всегда стараюсь обслуживаться у специалистов высокого класса, то есть посещая обучение, семинары, то есть для меня важна безупречность. Так как я люблю сама, вот если даже вижу где-то волосочек, и вот он не срезан, я его обязательно, вот эта фишка, да, то есть вот уже все-все-все хорошо, но вот там вот где-то хоп, еще надо доделать, то есть вот прям дошельховать. Да, вот это очень-очень важно. Конечно же, когда ты не нравишься в каком-то цвете себе, то есть я с этим не хожу долго, я сразу решаю задачу, для меня важно то, как я себя воспринимаю. И если я когда была в рыжем цвете, 7 лет ходила, это очень сложный цвет, если он чуть-чуть был с красненькой, все, мне было некомфортно. То есть нужно было еще подобрать, чтобы специалист был такого уровня, чтобы ты вот прям вот указал, попал. Комфортно в кресле должно быть. Это же очень сложно. Потому что ты всегда видишь всегда недостаток другого. Мы все взрослые люди, и мы по-разному, ну, к себе относимся, к чему-то там, да, имеем свою оценку. Для меня важна скрупулезность, чтобы вот расспрашивали. Если я человека не знаю, то для меня важно, чтобы мастер, подходя во время консультации к разбору, скажем, на естрижке, он мне задал все необходимые вопросы, которые бы закрыли мои возражения. То есть это очень важно. Иначе что происходит? Когда мы сидим в кресле у мастера, мы же боимся. Конечно, мы боимся. Мы очень многие приходят и говорят, что вы хотите, а мы, да, я не знаю, чего хочу. Не знаю, чего хочу. Вот вроде бы договорились, что это будет каре, а его же очень много видов или короткая стрижка. И когда мастер молчит и делает там сам что-то, ну, я, допустим, очень сильно волнуюсь. Ну, ты как к доктору. Приходишь, спрашиваешь, да, доктор тебе говорит, вот делайте, и все будет хорошо. Потому что я выхожу в люди, я не могу позволить себе выглядеть плохо. И вдруг там что-то пойдет не так, и я думаю, ну, почему меня не спросили еще вот об этом, и вот об этом, и еще вот об этом. И сижу, унервничаю. То есть так не должно быть. Соответственно, понимая эти проблемы, я их закрываю, работая с клиентом. И клиент всегда все не прослаблено, понимает, про что ты говоришь. Вот мы вчера были с девчонками у косметолога, и точно так же она рассказала, что она сейчас делает, зачем она это делает. И когда ты понимаешь, то у тебя потребность, мотивация к уходу за собой, она становится другая, потому что ты понимаешь, что если вот это будет торчать, будет некрасиво, если вот так будет, то будет еще что-то. Это вообще супер, на самом деле, подход к клиенту, это такая забота, на мой взгляд. И именно поэтому, да, у тебя родилась идея создать свой курс, свое обучение для парикмахеров. Да, я очень много изучала психологию клиента. Да, коллега моя коуч, мы тоже об этом поговорили. И в прошлый раз, и сегодня. У меня была своя студия сотрудников от 5 до 12 по мере развития салона красоты. И я понимала все сложности, во-первых, клиента, трудности мастеров, с чем они сталкиваются. И поняла, что вот в этом небольшом количестве людей сложно какую-то пользу глобального такого масштаба принести, потому что я всегда подходила с позиции клиентской философии, можно так, если громко сказать. философия вида это вообще внешнего, это вообще какая-то новая такая система, потому что в Советском Союзе у нее практически вообще не было. Не то, что вот сам процесс я делаю, мне нравится работа, многие парикмахеры любят свою работу, но когда мы подходим с позиции клиента, мы ему дадим большего, чтобы клиент наш до следующего визита был счастлив, нравился себе. И многие мастерские мастерам немножечко смотрят поверхностно, но важно смотреть глубоко, кто такой парикмахер, это тот же психолог и тот же доктор. Мы когда идем за красотой, когда нам плохо, когда мы перемен перемен, когда мы хотим обновиться. Конечно, и большую часть времени люди, когда ходят к парикмахерам, партнерам, еще каким-то косметологам, они начинают рассказывать, они приходят и выговариваются. Поэтому это такая профессия душ человеческих еще та. я грела такую какую-то мечту, желание, как же можно большему количеству мастеров донести, что нужно подходить к работе через ценности клиента, и, соответственно, к нам клиенты будут приходить те, которых мы, как модно говорить, мы заслуживаем, это наши зеркала, которые к нам приходят. Если вредный клиент приходит, там очень-очень требовательный, значит, он это специально для тебя по заказу, чтобы ты проработал какие-то свои недостатки, слабые места. И вот прям жизнь меня подготавливала к этому, я много училась, много изучала. И вот, когда клиент к нам приходит, и он прям вот с такой надеждой, что мастер сделает сейчас чудо, пока думает, да, будет преображение, и я буду вот такой вот весь с эффектом вау, счастливой. Я сегодня счастливая, сегодня с эффектом вау, потому что после моря, после солнца, естественно, влияние на волосы, на внешний вид, и я вот очень даже довольна, мне приятно, я смотрю на себя в камеру, в зеркало, мне нравится, я довольна, у меня нету никакого негативного внутреннего состояния. Очень важно еще не только через ценности, подходить мастерам к работе с клиентом, но еще дарить свое позитивное состояние, уверенное. Ну, это как психолог, его нужно все время, это иметь свое состояние. и психологи, да, то есть, если мы в неплохом настроении, клиент приходит к нам за обновлением, за образом, ну, где-то будет недоработка, он будет красивый, если у нас мастерство на высшем уровне, но внутри чего-то не хватит, то есть, это еще и построение разговора, правильное выбирать темы, говорить о том, что важно и клиенту и мастеру, да, и когда в моей жизни наступил такой период, что мне нужно было сделать выбор остаться в Белгороде либо переехать в столицу, я очень сильно переживала, как же так, мои клиенты, как же мои начинания, проект, которым я там хотела для мастеров очень-очень много дать, у меня был социальный проект, где я набирала новобранцев и за определенный период времени я должна из нее была сделать густые специалисты, которые соответствовали высоким рамкам для премиум класса салона, но так случилось, личная жизнь все-таки для каждой женщины важнее, я принимаю решение переезжать в Москву и здесь конечно же либо открывать снова свой салон и проходить все это, либо уже перейти на какой-то другой уровень и так как я хотела всегда двигаюсь по жизни с позиции принимая возможности делая другие действия я решаю что как раз это тот самый момент когда я могу создать свой курс который поможет больше даже облайн какую-то школу большему количеству мастеров и они с помощью вот этих знаний с помощью правильных пошаговых действий которые заключены в моей программе они будут во-первых больше зарабатывать во-вторых они будут правильно вести прием клиентов дарить ему те эмоции тот результат за которым приходит клиент мастера прошедшая вот эту систему они будут делать большее количество счастливых клиентов и для меня важно объединить вот эти два постулата довольный богатый мастер да и счастливый клиент и это вообще связь одно без другого не бывает то есть у всех проблема мастеров что не хватает клиентов и как-то недостаточно нам денег но мы работаем по 12 часов а клиенты все время кстати из практики знаю мои клиенты которые остались в Белгороде вот они страдают от того что уже недополучают те ценности которые получали раньше и прям меня вот ну не знаю я прям ускоряюсь от того что мне вот хочется и мастерам помочь и клиентам угодить чтобы все были довольны и счастливы красота красота поэтому я вам всем рекомендую найти своего мастера с душой с опытом с ценностями либо приходите к Свете попробуйте как работает она у Светы здесь вот своя мастерская свой салон такое женское пространство очень приятно мы здесь сидим общаемся красоту наводим решаем какие-то профессиональные вопросы поэтому я всем рекомендую приходить и обращаться и под видео я потом оставлю ссылку на Свете на контакт а тебе Свет спасибо за интервью спасибо за сегодняшнее мое настроение и желаю себе счастливых клиентов и развития твоего направления спасибо Валя спасибо я очень рада была с тобой познакомиться благодарю тебя за возможность высказать свои планы свое мироощущение свою позицию как персонального стилиста чтобы многие люди узнали о моем подходе и на самом деле моя задача стоит поменять позицию в индустрии красоты по отношению к клиенту спасибо тебе